27 октября, если вы не знали, памятная дата в истории Щелкова. В этот день, в 1967 году, решением горкома партии был создан Щелковский историко-краеведческий музей. Тогда еще на общественных началах в районном дворце культуры. К 56 дню рождения музей подошел в статусе одного из важнейших учреждений культуры городского округа Щелкова, его культурно-исторической доминанта. За окном шел первый снег наступающего сезона, а внутри главного в Щелкове исторического здания, по праву музею принадлежащего, в теплой, уютной атмосфере, музей собрал друзей. В таком формате день рождения празднуют уже традиции, потому что с каждым годом все шире круг дарителей, меценатов, авторов выставок, партнеров, большинство которых становятся друзьями. Поздравляем вас, всех ваших сотрудников, поклонников и посетителей с днем рождения музеев. Мы желаем, конечно, вам представления интересных проектов, насыщенных выставок, благодарных посетителей всех разных подростков. 2023 год стал этапным в развитии музея. В его структуру вошла расположенная в соседнем здании художественная галерея, и музей сменил название на историко-художественный. Директор Наталья Богданова привела интересные данные. Более 30 выставок, более 23 тысяч посетителей в год. Это открылась наша новая площадка, выставочный зал галереи. Она стала по-другому работать. Мы сейчас изменили ход выставок в выставочном зале ДК Чкалова, потому что в основном это выставки из фондов, их мало показывали. Сегодня в фондах музея более 19 тысяч единиц хранения. Для сравнения, в 1995 году, когда музей получил статус муниципального учреждения, было 3 тысячи. 435 экспонатов передали только в этом году. В числе одарителей глава городского округа депутаты, а председатель совета Мария Тарасова не просто друг, но и зампредседателя Кубечительского совета музея. На протяжении уже нескольких десятилетий музей остается яркой и достопримечательной нашего городского округа. Центром поддержания наших жителей, ну и гостей нашего города. Я очень горжусь нашей великолепной дружкой, желаю вам процветания. Две небольшие экспозиции в Историко-художественном музее открыли к этому дню. Одна посвящена делам давно минувших дней, археологическим раскопкам на территории Щелковского края. Вторая заинтересует любителей нумизматики. Экспозиция создана на основе подаренной музею в прошлом году коллекции памятных и юбилейных монет СССР и России. Сейчас готовимся, и до конца года, я уверена, мы откроем раздел экспозиции об истории усадеб. Это будет очень такая красивая, элегантная, элегантный раздел. Ну, думаю, все получится. Вот и в этот праздничный вечер музей без подарков, разумеется, не остался. Артисты и художники, меценаты и коллекционеры существенно пополнили музейную коллекцию художественных работ. Все в соответствии с его новым статусом. У меня, например, это два пейзажа Щелковской местности. Это офицерский поселок. И написаны они именно в это же время, в октябре. Один пейзаж прям конец октября, прям это же время, ровно 30 лет назад. Другой тоже октябрьский, но чуть-чуть пораньше. Ты в этих залах, в тишине, разглядывая экспонат, одежду, фото на стене или военный автомат, найдешь ответ на свой вопрос. И жизнь покажется светлее. Так что, дружище, выше нос. Купи, или? Сходи в музей. Отдельных слов благодарности и признательности удостоился коллектив историко-художественного музея. Небольшой, но дружный и творческий. Люди, которые приходят на работу с удовольствием, а это большое счастье. Венчал программу дня рождения музея концерт русской классики. Студенты Института современного искусства Алина Арзуманова и Михаил Болинский исполнили арии из произведений Чайковского, Римского, Корсакова, Рубинштейна, русские романсы и народные песни, составляющие золотой фонд отечественной музыкальной культуры. Меня девки крикали, ой, люди крикали, На улицу погулять, ой, люди погулять. Зрители долго аплодировали великолепным голосам. В общем, музей опять приятно удивил. И он наверняка сделает это еще не раз. Ближайший повод – Ночь искусств 4 ноября. Гостей ждут новая выставка, интерактивные экскурсии, концерт. Ищите афишу в соцсетях и приходите. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.